Скользко дело. Образовавшаяся гололедица на внутридомовых территориях все больше беспокоит челнинцев. Особенно негодуют жители 36 и 58 комплексов, чей путь в детские сады и школы превращается в полосу препятствий. Какой ответ на их возмущение дадут коммунальщики и как уберечь себя от травм? В следующем сюжете лайфхаки от нашего корреспондента Гузель Томимдаровой. Такой вот пингвиньей походкой передвигаются мальчишки из пункта А в пункт Б. Говорят, уже приноровились. Мне главное, добавляют юные челнинцы, руки в карманах не держать, чтобы можно было успеть смягчить падение. Очень скользко. Отсюда идем. Ну, все падают. А вы падали? Я один раз упал, да. О том, что этот участок дороги в 36 комплексе уже давно превратился в каток, челнинцы пишут и в соцсетях. Но при этом больше ничего не предпринимают. Разве что ищут способ обойти это скользкое место. Да, вообще. Подморозило. Да вот, потихонечку. А собачку надо выгуливать. Три раза в день. Здесь скользко очень. И на некоторых участках тоже, там возле челны хлеба, там тоже скользко. А как вы ходите, как спасать с маленькими детьми? Очень крепко держу. Такая же плачевная ситуация и в 58 комплексе. Дорожку между двумя образовательными учреждениями тоже в пору переходить на коньках. Что, скользко? Очень скользко. Очень скользко. Как ходите, как передвигаемся? Ну, так и передвигаемся. За квартиру надо платить, так бы не пошли. Коммунальщики уверяют, они были готовы к такому повороту событий. В дни гололеда всегда стараются с утра обрабатывать особо опасные участки песко-соляной смесью. Вся проблема заключается в нехватке кадров. Большинство дворников у нас пенсионного и предпенсионного возраста работают физически тяжелые, и поэтому нет желающих идти на эту работу. Однако управляющие компании приходится убирать не только подведомственные территории, но и территории, не входящие в зону обслуживания по кадарственному плану, например, заезды и проезжей части дорог. Что касается городских дорог, то ночью и ранним утром их также проливают с солевым раствором. Расход реагентов местному предприятию автомобильных дорог и вовсе пришлось в этом году увеличивать вдвое. Существует несколько лайфхаков, как сделать из обуви скользкой ту, которая будет иметь идеальное сцепление со льдом. Первое – пойти в обувную мастерскую и попросить прикрепить к подошве специальные наклейки. Второе – использовать подручные средства, такие как наждачная бумага или медицинский ликопластырь. Приклеил на подошву вот сюда вот на носочек и ходи себе на здоровье. Медики тоже негодуют. В Челнах уже наблюдается всплеск гололедных травм. Только за последний месяц за медицинской помощью обратилось больше тысячи человек. Среди них много детей. Больше 70 челнинцев были госпитализированы. Но врачи надеются, что пациентов у них все же поубавится. И рекомендую челнинцам в столь переменчивую погоду смотреть под ноги. Гузель Тавимдарова, Радик Ганиев, Челны, 24.